Сегодня мы обсуждаем пятую и шестую главы книжки Мэйди «Натурализм и математики». Пятая посвящена кандидатам на статус новых аксиом для теории множеств, а шестая, достаточно короткая глава, она дает обзор V равно F, то есть аксиомы конструктивности. Мы уже о ней, на самом деле, немного говорили, но здесь чуть побольше будет сказано в контексте дальнейшего изложения в этой книге. Эти главы с технической точки зрения достаточно сложные, но здесь много разных подробностей и технически сложных моментов, особенно если знакомство с теорией множеств не настолько близко, как, видимо, желательно иметь. Тем не менее, суть этих глав достаточно простая, и я постараюсь ее донести, несмотря на все возможные технические затруднения, которые нас здесь ожидают. Что ж, приступим. Для начала Мэдди говорит, что мы уже знаем, что есть огромное количество вопросов, которые не зависят от ZF или ZF-C. То есть мы не можем ни доказать континуум гипотезу, ни доказать отрицание континуум гипотезы. Мы не можем разрешить проблему Whitehead'а алгебраического. Мы не можем разрешить проблемы, связанные с классификацией множеств. Мы не можем разрешить проблемы с классификацией проективных множеств. И, в общем, большое количество проблем не зависят от ZF-ZF-C. То есть они там просто не разрешены. И она говорит, что существует несколько способов расширять ZF-ZF-C. Первый из них — это, конечно же, аксиома V равно L. Аксиома конструктивности, которая в формальном виде имеет вот такой вот вид. Для всякого X существует альфа. Такое, что X принадлежит L альфа. Где альфа — это некоторый порядок. L — это у нас, соответственно, иерархия порядков конструктивная, которая предложена Гёделем, как один из методов показать, что отрицание континуум-гипотезы невыводимого ZF-ZF-ZF-C. Ну, то есть здесь мы говорим, что все множества, какие только существуют и какие, в принципе, могут существовать, они все являются конструктивными по Гёдре. Вот это содержание этой аксиомы. То есть она, как я сказал только что, она утверждает, что всякое множество является конструктивным в смысле Гёдре. То есть мы можем выстраивать вот эту конструктивную иерархию, и она покрывает все возможные множества. Гёдль доказал относительную независимость этой аксиомы относительно ZF-ZF. То есть он доказал, что если ZFC непротиворечиво, то расширение ZFC путем добавления к ней аксиомы V равна L тоже является непротиворечивым. V равна L достаточно мощная на самом деле аксиома. Она разрешает континуум гипотезу. Континуум гипотеза оказывается истинной. То есть мы ее можем доказать. Затем она утверждает существование неизмеримых σ1.2 и тонких π1.1 множеств. Это проективное множество, относящиеся к проективной иерархии. Затем разрешает проблему Вайтхеда и большое количество других вопросов. Как мы знаем из предыдущей главы V равна L, это утверждение независимо от ZFC. То есть мы не можем доказать в ZFC ни его само, ни само это утверждение, ни отрицание этого утверждения. И Мэдди таким образом резюмирует, что аксиома конструктивности является достаточно безопасной. То есть вроде как нет каких-то потенциальных противоречий. Не видно, по крайней мере, каких-то потенциальных противоречий. Это достаточно мощная аксиома, потому что она разрешает большое количество вопросов. И она в некотором смысле является минимальной. Но вот этот некоторый смысл минимальности я чуть позже проясню. Дело в том, что L является минимальной внутренней моделью для ZFC. Что это такое, об этом будет речь дальше. Кроме V равна L, который мы уже обсуждали, есть еще второй способ расширения системы ZFC. Это с помощью аксиом больших кардиналов. И эти аксиомы можно понимать как утверждение о существовании все большего и большего числа стадий кумулятивной иерархии. То есть мы берем эту кумулятивную иерархию Цермела или то, что называется универсум фон Неймана. То есть у нас строится, все множество строится благодаря тому, что мы проходим несколько стадий. У нас там нулевой стадии пустое множество появляется. На следующей стадии мы строим все возможные множества из того, что у нас есть на предыдущей стадии и так далее. Так мы строим все возможные множества. Ну, этот процесс, конечно, не заканчивается. Но аксиом больших кардиналов, они утверждают, что есть вот этих стадий все больше и больше. Их все больше и больше число. И одной на самом деле из аксиом больших кардиналов можно считать аксиом бесконечности. Она просто постулирует, что существует бесконечное множество. Мы никак не могли построить бесконечное множество. Но поэтому мы задаем аксиому. Существует бесконечное множество. Это множество натуральных чисел. И также аксиома бесконечности может считаться одной из аксиом больших кардиналов. Потому что с помощью аксиома замещения, аксиомной схемы замещения, мы из аксиома бесконечности можем получать еще большее множество. то кардинальность которых будет больше, чем кардинальность счетного множества. Получается, что если в очень огрубленном смысле аксиому больших кардиналов представлять, то она может быть сформулирована так. Существует стадия после всех предполагаемых ZFC стадий. То есть существуют все стадии, которые предполагаются в рамках ZFC, и эта аксиома говорит, что кроме них есть еще стадии, которые просто так мы достичь не можем. То есть точно так же эти аксиомы больших или недостижимых кардиналов постулируют существование каких-то очень больших множеств. Ну вот посмотрим, что же такое этот самый недостижимый кардинал в CAPA. Во-первых, он обладает свойством регулярности. То есть если мы строим объединение набора из менее чем CAPA множеств, каждый из которых имеет размер меньше, чем CAPA, то размер того множества, которое мы получим после проведения объединения, будет меньше, чем размер CAPA. Конкретный пример. Алиф 0, то есть это кардинальность вот этого множества натуральных чисел, счетного множества. Алиф 0 является регулярным кардиналом. Алиф омега не является регулярным, потому что множество такой мощности мы можем построить как объединение алиф 0 множеств, каждый из которых будет иметь мощность. Первое значит алиф 0, потом алиф 1, алиф 2 и так далее. Мы берем алиф 0 таких множеств, и у нас получается алиф омега. Поэтому алиф омега это нерегулярный кардинал. Кроме того, недостижимый кардинал обладает свойством строгой предельности, которая утверждает, что если лямбда, это тоже некоторый большой кардинал, если лямбда меньше, чем CAPA, то 2 в степени лямбда меньше, чем CAPA, где, напомню, 2 в степени лямбда означает, означает, что мы берем все, что это кардинальность множества всех подмножеств лямбда. И опять же примеры. Алиф 0 является строго предельным, алиф 1 не является строго предельным, так как у нас алиф 0 меньше, чем алиф 1, но, тем не менее, 2 в степени алиф 0 будет больше, либо равно алиф 1. Это у нас в континуме гипотезы как раз утверждает. Ну, равенство там она утверждает. Вот. Ну, то есть, получается, что вот этот вот недостижимый кардинал CAPA нельзя получить из малых множеств с помощью обычных операций. Вот этот недостижимый кардинал мы никогда не можем достигнуть, если будем использовать обычную теоретику множественной операции. Ну, и то же самое верно относительно алиф 0, относительно кардинала, который характеризует количество элементов, множество натуральных чисел. Вот. Ну, и аксиома, соответственно, недостижимого кардинала подтверждает существование недостижимого кардинала большего, чем алиф 0. То есть, вот, любая из аксиом недостижимых кардинала подтверждает, что существуют кардиналы больше алиф 0. И они недостижимы. Вот. Если недостижимый кардинал CAPA существует, то тогда V CAPA, это объединение всех множеств меньше, чем CAPA, является моделью ZFC. Значит, с помощью всема недостижимых кардиналов мы можем утверждать о непротиворечивости ZFC. это делается с помощью фрагмента теоремы о полноте, Гёдалевской теоремы о полноте, который затем был выделен в отдельную теорему и иногда называется теорема о существовании модели. То есть, эта теорема утверждает, что если у некоторой формальной системы есть модель, то эта формальная система не противоречила. Соответственно, поскольку недостижимый кардинал дает нам модель для ZFC, получается, что ZFC не противоречила. Вот. Тогда получается и другое интересное следствие. Мы не можем доказать относительную непротиворечивость. Из того, что если ZFC не противоречила, то ZFC плюс аксиома недостижимого кардинала не противоречила, мы это не можем вывести. Потому что тогда бы у нас получилось, что в системе ZFC плюс I, где I это аксиома недостижимого кардинала, можно доказать непротиворечивость самой системы ZFC плюс I, а это противоречит второй теореме Гёдаля о неполноте уже. То есть у нас, смотрите, относительная непротиворечивость говорит, что если ZFC не противоречила, то ZFC плюс I не противоречила. Это у нас мы можем вывести еще в самой ZFC. Кроме того, ну и, соответственно, в ZFC плюс I. Кроме того, если у нас... Ну вот, только что я говорил о том, что аксиома больших кардиналов утверждает существование недостижимого кардинала, который, в общем-то, является моделью для ZFC, получается, что ZFC не противоречила. И, соответственно, тогда получается, что в самой вот этой вот ZFC плюс I мы можем доказать непротиворечивость самой этой ZFC плюс I. А это не должно быть возможным. Вот. Ну и то же самое, говорит, Мэдди справедлива и для всех других аксиом недостижимых кардиналов. То есть они не так безопасны, как аксиома конструктивности V равноi. То есть любая аксиома недостижимого кардинала может приводить, может потенциально приводить к противоречию. Ну, для этого надо, конечно, постараться. То есть в ней заложены какие-то вот есть нюансы, на которые следует обращать особое внимание. Иначе мы рискуем получить противоречие. Вообще недостижимые кардиналы появились у Хаусдорфа в работе 1908 года. Она, кстати, опубликована в том же самом издании, где опубликована знаменитая статья Цермела 1908 года. Но в явном виде впервые аксиома недостижимых кардиналов была сформулирована Тарским в конце 1930-х годов. Но это не означает, что недостижимые кардиналы никаким образом не исследовались. У них достаточно богатая история. И в частности, вот такой немецкий математик Маво в 1910-х годах занимался исследованием очень больших кардиналов. Он изучал в частности такие кардиналы Капа, которые являются настолько великими, что Капа недостижимых кардиналов будет меньше, чем Капа. Берем Капа недостижимых кардиналов, но все равно меньше, чем Капа получается. кардинал лямбада настолько велик что существует лямбада кардиналов как капа которая меньше чем лямбда и так далее то есть вот этот немецкий математик мало достаточно много интересных результатов получил относительно достижимых кардиналов вот эти вот кардинала которая только что я описал называют иногда гипер недостижим кроме того мало обеспечить обобщил способ построения теоретика множества на универсума снизу для больших больших кардиналов и такие кардиналы называются теперь кардиналами мало часть него вот цермела тоже в общем-то был знаком с недостижимой кардиналами и в частности вот в своей другой знаменитой статье 1930 года где он предлагает как раз таки идею кумулятивной иерархии использует ее для обоснования аксиом теории множеств он говорил о том что кумулятивная иерархия это последовательность все больших и больших моделей зафция по одной для каждого недостижимого кардинала каждый недостижимый кардинал дает нам модель для зафция и вот кумулятивная иерархия утверждает но как некая философская теория утверждает что этих самых недостижимых кардиналов в общем-то всем больше и больше и больше и неизвестно где они там заканчиваются вот то есть у нас получается что вот этот вот универсум универсум фонеймана вот этот вот кумулятивная иерархия цармела которая обозначается за главной буквой в она является своего рода объединением всех более меньших ну скажем так моделей то есть объединением в капа штрих в капа 2 штриха в капа 3 штриха и так далее где капа здесь капа 1 штрих капа 2 штриха 3 штриха и так и прочее это все последовательно идущие друг за дружкой недостижимый кардинал а вот и при этом каждое множество в капа является моделью для зайца вот однако в настоящее время большие и недостижимы кардиналы также кардиналов мало считаются малыми большими кардиналами вот есть еще большие большие кардиналы это измеримые кардиналов они были исследованы на основе работ ли бега по измеримости основе его теории мер изучение сложных множеств действительных чисел в рамках дескриптивной теории может подняла проблему того насколько может быть определена их длина и вот в частности ли бег формулирует проблему измеримости таким образом он говорит что вот есть некоторая проблема по приписыванием числа всякого множества действительных чиселtype образом что не всем множеством приписывается ноль двум множеством действительных чисел приписывается одно и то же число если одно из них и одно из этих множеств является результатом сдвига второго на фиксировано расстояние влево и вправо здесь множество действительных чисел представляется как топологическое пространство то есть конкретно здесь как фрагмент прямой то есть любое множество действительных чисел это кусок некоторый прямой вот если у нас есть два куска на прямой если мы их можем передвигать соответственно и если мы как-то сдвинем друг к дружке и они совпадут, то тогда этим двум множествам мы должны приписать одно и то же число соответственно их как бы длина одинакова вот и так же число, которое приписывается объединению счетного набора не пересекающихся множества действительных чисел является сумма чисел приписанных отдельным множеством этого набора, то есть есть операция которая позволяет рассчитывать меру вот Виталий в 1905 году это итальянский математик показал, что такого приписывания нет он это сделал с помощью аксиома выбора но сам Лебег построил теорию меры но правда с некоторыми нюансами и у Лебега теория меры выполняет эти условия но у него получается так, что не всякому множеству действительных чисел приписывается какое-то число то есть есть измеримое множество действительных чисел, есть неизмеримое соответственно неизмеримым у нас вот мера не приписана дальше в 1910-х и 20-х годах Банах и некоторые другие математики работали в этом направлении и они получили обобщение проблемы Лебега и переформулировали эту проблему следующим образом они ее представили как проблему существования множества S и приписывание нуля и единицы каждому под множество S таких, что S приписывается единица для всякого элемента S синглитону из этого элемента приписывается ноль а число, приписываемое объединению набора с меньшей кардинальностью, чем S не пересекающихся под множество S является суммой чисел приписанных отдельным членом этого набора то есть вот они показали каким образом можно переформулировать проблему измеримости Лебега и проблему существования множества и приписывания вот, причем эта проблема имеет положительное решение в том случае, если S у нас это омега то есть это счетное множество а в 1930 году Улам показал, что измеримый кардинал это кардинальное число больше алиф ноль для которого имеется такое приписывание нуля и единиц его под множеством оно называется мерой и вот он сказал он также обосновал, что измеримые кардиналы являются недостиженными то есть в работах Уллама появляются эти измеримые кардиналы и они не достижены дальше до 60-х годов особых каких-то очень важных результатов получено не было очень громких но в начале 60-х Тарский, Хелф и Кейслер доказали, что существует много малых больших кардиналов которые меньше первого измеримого кардинала то есть есть некоторая иерархия кардиналов среди них мы можем выделить маленькие кардиналы маленькие-большие кардиналы и есть первый измеримый кардинал и вот между алиф ноль и первым измеримым кардиналом еще большое количество малых и больших кардиналов существует вот Скотт показал, что если имеется измеримый кардинал то мера на этом кардинале неконструктивна Ну, то есть тогда получается, что аксиома конструктивности является ложной. v не равно l. То есть l не схватывает все возможные множества. Роу Ботом показал, что если имеется измеримый кардинал, то имеется лишь счетное число конструктивных подмножеств омега. Значит, имеется неконструктивное подмножество омега. А это означает, что, опять же, аксиома конструктивности неверна. Дальше Сильвер показал, что если имеется измеримый кардинал, то имеется особое неконструктивное подмножество омега. Оно называется 0-шарп, которое кодирует информацию об отличиях l от v. Там у Мэдди чуть поподробнее описано, что же это за отличия. По поводу отображений. Кроме того, Соловей и Сильвер показали, что неконструктивное множество 0-шарп довольно простое. И оно может быть классифицировано как Δ1-3. Это одно из множеств, относящихся к проективной иерархии. Также Скотт показал, что если имеется измеримый кардинал Капа, то имеется отображение из v во внутреннюю модель m, сохраняющая первопорядковые формулы, их истинностные значения. И Капа является первым ардиналом, который не отображается сам себе. Теперь надо пояснять, что же такое внутренняя модель. m является внутренней моделью zfc, тогда и только тогда, когда существует формула φ, такая, что m является набором всех множеств, выполняющих φ. Из zfc выводится, что всякий ардинал выполняет φ. И для всякой аксиомы σ из zfc выводится σφx, ну то есть релятивизация σ относительно φ. И о релятивизации мы в прошлый раз говорили, то есть мы там квантеры меняем. Соответственно, если у нас там квантер общности, например, по x имеется в аксиоме, то мы записываем, что x прям лежит там. Соответственно, к тому относительно, чего мы делаем релятивизацию, затем импликация у нас и то, что было у нас под квантерным выражением. Если у нас там квантер существования, то мы записываем, что существует такой x, что он относится к тому относительно, чего мы делаем релятивизацию, потом конъюнкция и то, что было изначально в квантерном выражении. Поэтому у нас получается, что l это канонический пример внутренней модели. l это внутренняя модель для zfc. И, в частности, для этой внутренней модели в качестве phi берется, существует альфа такое, что x принадлежит l альфа. То есть как раз-таки часть этой самой аксиомы конструктивности. Если мы убираем просто квантер общности там в самом начале. Кейслер чуть позже доказал обратную аппликацию. Обратную аппликацию в смысле того, что если имеется отображение из vm внутреннюю модель m, сохраняющую первопорядковые формулы, и если k появляется первым ардиналом, который не отображается сам себе, то тогда k появляется измеримым кардиналом. Вот. На самом деле то, как Мэдди описывает понятие внутренней модели, мне было немного непонятно. Поэтому я посмотрел некоторые другие источники и нашел одну замечательнейшую книжку, которую вот сейчас просто готов абсолютно всем рекомендовать. Она, правда, написана для математиков, поэтому ее иногда в техническом отношении читать сложно, но она достаточно подробная. Эта книжка называется «Теория множеств». Автор... Сейчас... Подождите, скажу, кто автор. Томаш Лех. Томаш Лех. Книжка «Теория множеств». Впервые она была опубликована в 70-х, да, в 78-м году первое издание было. А текущее издание выпущено в 2006 году. Оно даже немножко изменило название, но книжка называется «Теория множеств. Издание для третьего тысячелетия». Вот. Но в 2006 году было издано четвертое издание, исправлено. Значит, книжка достаточно подробная, там, 700 с лишним страниц состоит из трех частей, где первая часть – это базовая теория множеств, там, в принципе, дается введение в теорию множеств для всех. Затем есть... Она занимает, кстати, 170 страниц, вот эта базовая часть. Затем продвинутая теория множеств, которая для специалистов предназначена, там как раз, где конструктивное множество рассматривается, форсинг рассматривается, большие кардиналы, потом очень большие кардиналы, и также фрагменты дескриптивной теории множеств. Вот. Она достаточно подробная. И есть еще третья часть, избранные темы – это то, что обсуждается буквально сейчас, ну, то есть в начале 2000, получается, да, раз в 2006 года книжка. Вот. В этой книге описано все очень-очень подробно, и, как мне показалось, очень понятно. Вот, мне кажется, что, ну, по крайней мере, из тех книг, которые мне известны, это лучшая книжка по теории множеств, которую, в принципе, я когда-либо видел. Лучшего я пока еще ничего не находил. Вот. Там внутренние модели описывают в следующем образом. Они, кстати, относятся уже к продвинутым темам. Внутренняя модель, там, правда, берется не для ZF-C, а для ZF. Внутренняя модель ZF – это транзитивный класс, содержащий все ординалы и выполняющий аксиомы ZF. Ну, транзитивный класс, мы уже вводили это понятие. Транзитивным классом является класс, который содержит... Если он содержит какое-то множество, то его элементы также содержатся в этом транзитивном классе. Вот. И L, соответственно, у нас, получается, является наименьшей... Вот в этом смысле V равно L является минимальной аксиомой. L является наименьшей внутренней моделью ZF. Нам надо определить, что такое дельта-ноль-формула. Дельта-ноль-формула – это формула, которая не имеет квантеров или имеет формулу конъюнкции, дизюнкции, импликации, эквиваленции, отрицания, если, соответственно, части этой формулы являются тоже дельта-ноль-формулами. Или имеет формулу... Существует x из y, φ, или для всякого x из y, φ, где φ тоже является дельта-ноль-формулой. Дельта-ноль-формула обладает определенными интересными свойствами, в частности, свойством абсолютности. Вот есть такое свойство абсолютности. Абсолютность определяется так. Если M – это некоторый транзитивный класс, ну, то есть, внутренняя модель, например, да, точнее, там, получается, домена внутренней модели, а φ – это дельта-ноль-формула, то тогда для всех x-1, x-2, x-n-го имеет место релятивизация φ относительно M эквивалентна просто φ. То есть, если φ у нас имеет место в модели M, то φ имеет место в любой модели ZF или ZF-C. Вот, примеры абсолютов надо привести. То есть, мы можем сделать перевод в дельта-ноль-формулы таких утверждений, как, например, мы можем определить множество. Вот у нас есть множество x, мы его определили как множество, содержащее U и V. И мы можем, соответственно, записать это в виде дельта-ноль-формулы вот таким вот образом, что U принадлежит x, и V принадлежит x, и для всякого W из x в W равно U или W равно V. То есть, эта формула утверждает, что есть некоторое множество x, и оно содержит U и V, и все, и больше чего. И, например, можем в качестве дельта-ноль-формулы представить утверждение, что x является пустым множеством. Это будет иметь вид такой. Для всякого U из x, U не равно U. Поскольку нет такого объекта, который бы не был тождественным сам себе, то получается, что в x нет ни одного объекта. Соответственно, x является пустым множеством. И на самом деле, в виде дельта-ноль-формул можно представить формулы, множество, а раз множество, значит отношения и функции, операции, константы, и даже свойства быть конструктивным. В виде дельта-ноль-формул мы можем представить огромное количество разных понятий. Соответственно, они будут все абсолютными для внутренних моделей. Транзитивный класс M является внутренней моделью ZF тогда и только тогда, когда он замкнут относительно гёдлевых операций и является почти универсальным. Почти универсальным это такое свойство, что всякое подмножество x из M включено в некоторый Y, являющийся элементом M. А гёдлевые операции и также композиция гёдлевых операций являются гёдлевые операции. Это операции построения множества, декартового произведения, теоретика множественной разности, пересечения, объединения, взятие домена, перестановки элементов кортежа, построение пары, где первый элемент является элементом второго элемента. И у нас получается так, что любое свойство, которое мы можем с помощью гёдлевых операций определить, оно и может быть представлено в виде дельта-ноль-формулы. То есть абсолютов существует достаточно большое количество, и они все очень важны для внутренних моделей. Но вернёмся дальше к недостижимым кардиналам. В настоящее время измеримый кардинал принято считать такой критической точкой элементарного встраивания V во внутреннюю модель M. Внутренняя модель M, которая порождается измеримым кардиналом Капа, содержит любую последовательность своих элементов длины Капа, но не Капа+, где Капа+, это следующий за Капой измеримый кардинал. И M будет замкнута относительно Капа последовательности. Более сильные аксиомы больших кардиналов можно получить, постулируя критические точки для элементарных встраиваний во внутренней модели с более сильными условиями замыкания. То есть у нас есть процедура, как получать всё более сильные аксиомы недостижимых кардиналов. Есть определенная потенциальная самая сильная аксиома недостижимого кардинала, она предполагает, что M равно V. То есть получается, что имеется некоторое нетривиальное, отличное от равенства элементарное встраивание универсума множества самого себя. Но к 1970 году было показано, это сделал Канин, что это невозможно. Ну то есть, если у нас это было бы возможно, то тогда у нас возникали бы противоречия. Некоторое время было затрачено исследователями на изучение доказательства Канина, но и это позволило им постулировать кардиналы настолько большие, насколько это только возможно, но для которых рассуждение Канина не работает, то есть противоречия не возникает. И вот если у нас существует некоторый измеримый кардинал, то он имеется в L в иерархии конструктивных множеств. Но в L отсутствует его мера, поэтому в L он не является измеримым. Это вот одно из отличий V от L, кстати говоря. И если существуют недостижимые, гипернедостижимые кардиналы или кардиналы в малых, то они сохраняют свои свойства в L, поэтому L является минимальной внутренней моделью для малых и больших кардиналов. И вот поэтому такие кардиналы как раз таки называются малыми, потому что они совместимы с аксионной конструктивностью. Кардиналы, которые больше недостижимых, гипернедостижимых или кардиналов мало, они уже с аксионной конструктивностью не совместимы. Соловей, Канин и Сильвер в 60-70-х годах занимались разработкой теории внутренних моделей с измеримыми кардиналами. И эти внутренние модели на самом деле очень близки к L. В них истинно континуум гипотеза, в них имеется простое вполне упорядочение действительных чисел и простое тонкое множество действительных чисел, но с некоторыми отличиями, которые являются скорее техническими и нас не особо не интересуют. Собственно, одна из задач исследований в этой области состоит в том, чтобы построить канонические внутренние модели для больших кардиналов. Гёдель в 47-м году утверждал, что последовательные расширения с помощью все более сильных аксион бесконечности могут привести к некоторому аналогу полноты для теории множеств. Ну и действительно, большие кардиналы позволяют выводить важные результаты множества действительных чисел, которые в ЗФЦ просто были не выводимы. Соловей в 1969 году показал, что использование существования измеримого кардинала для обобщения проблемой измеримости или бега и для изучения свойства совершенных подмножеств для множеств Sigma 1. В 1988 году Вудин получил расширение указанных свойств до всех проективных множеств. То есть он обобщил проблему измеримости или бега и свойства совершенных подмножеств. Леви и Соловей в 1967 году показали, что аксиом больших кардиналов не могут разрешить вопрос о полной континум гипотезе. Для меня осталось несколько непонятным, что Мэдди имеет в виду под полной континум гипотезой, вероятно, имеется в виду обобщенный континум гипотезой. Вот это был второй вариант расширения ЗФЦ. И третий вариант, с точки зрения теоретика игрового подхода, третий вариант новых аксиом представляет собой утверждение о конкретных множествах действительных чисел, а не о универсиях множествах вообще. Вот этот подход основывается на работах польских математиков в области теории игр, и в частности в области игр с бесконечным числом шагов, работ, которые появились в 1930-х годах. Мы поступим следующим образом. Закодируем действительные числа в виде бесконечной последовательности нулей и единиц. То есть у нас каждое действительное число будет представлено в виде последовательности нулей и единиц, причем это бесконечная последовательность. Вот у нас есть два игрока. Два игрока по очереди совершают ходы. Они выбирают или ноль, или единицу. За бесконечное время они порождают некоторые множества действительно чисел. Вот. Назовем это множество А. Вот у нас есть некоторое множество А, множество действительно чисел, которые порождаются в ходе вот этой игры. А Ж от А это игра, в которой выигрывает первый игрок, если порожденное в ходе игры множество имеется в А. В противном случае выигрывает второй игрок. То есть первый игрок играет, он должен сделать с помощью выбора нуля и единицы создать такое множество действительных чисел, ну то есть создать такое действительное число, точнее, которое входит в множество А. Второй игрок с помощью своего выбора должен сделать так, чтобы этого у первого игрока не получилось. То есть он должен сделать действительное число, которое не входит в множество А. Вот. И такую игру Ж.А. и соответственно множество А называют детерминированными, если у одного из игроков имеется выигрышная стратегия. Если известно, что игрок будет совершать ходы определенным образом, он обязательно выиграет. В таком случае игра называется детерминированная. Вот. Гейл и Стюарт в 1950-х годах показали, что открытые игры, а соответственно и открытые множества, являются детерминированными. А из аксиомы выбора следует существование недетерминированного множества. Мучельский, Сверчевский и Дэвис в 1960-х годах показали, что детерминированное множество измеримы по Лемегу. Они имеют совершенное подмножество и прочие регулярные свойства. В 1960-х и 1970-х годах математики, и в особенности Мартин в своей работе 1975-го года показали, что все Боррелевские множества являются детерминированными. В 1970-м году Мартин, а чуть позже Харингтон, в 1978-м году, показали, что добавление измеримого кардинала расширяет число детерминированных множеств до Сигма-1.1, что противоречит аксиоме конструктивности. Так как, если множество из Сигма-1.1 являются детерминированными, то существует 0-шарф. А 0-шарф это подмножество Омега, которое не является конструктивным. Аксиома детерминированности Мычельского и Штейнгауза. Она была сформулирована в 1962-м году, и она утверждает, что все множества действительных чисел являются детерминированными. Но вот результат Гейла и Стюарта, который я уже упомянул чуть раньше, как бы в некотором смысле вступает в конфликт с аксиомой детерминированности Мычельского и Штейнгауза в смысле того, что это противоречит аксиоме выбора. Аксиома детерминированности говорит, что все множества действительных чисел являются детерминированными, а Гейл и Стюарт показали, что из аксиомы выбора следует существование недетерминированного множества. То есть у нас есть возможность, когда мы аксиому выбора отбрасываем, заменяем ее на аксиому детерминированности Мычельского и Штейнгауза. У нас получается немножко другая теория. Есть более скромный вариант аксиомы детерминированности. Это аксиома проективной детерминированности. Она обычно обозначается с помощью заглавных букв PD. Она утверждает, что все проективные множества являются детерминированными. Не все множества вообще действительно чисел, а только проективные. И вот к 1980 году была построена уже достаточно хорошая теория на основе расширения ZFC путем добавления к ней PD. PD уже не противоречит аксиоме выбора. Вот поэтому в этом направлении, так как некоторые математики хотят сохранить аксиому выбора, в этом направлении было сосредоточено особое внимание. Соответственно, ZFC плюс PD это мощная альтернатива системе ZFC плюс аксиома конструктивности. И эта альтернатива дает другое описание проективных множеств. Мартин и Стил в 1988-89 годах утверждали, что PD слишком специализирована, чтобы включать ее в число все. То есть она говорит что-то только о конкретных множествах действительных чисел, в частности о проективных множествах. Ну и соответственно Мартин и Стил утверждали, что желательно расширить ZFC таким образом, чтобы в этом расширении PD доказывалась эта теорема. Подобно тому, как мы детерминированность множества Сигма 1.1 выводим из существования измеримого кардинала. В 1978-м году Мартин показал, что детерминированность множества Сигма 1.2 показал детерминированность с Сигма 1.2 с помощью аксиомы очень большого кардинала. Однако в скором времени возникли сомнения в этом результате. Во-первых, в относительно непротиворечивости его из-за теоремы Каннина 70-х годов, которая там говорит о том, что M не может быть равно V. И во-вторых, если для детерминированности таких простых множеств, которые относятся к Сигму 1.2 требуются такие большие ресурсы, то вероятно доказательство Пиди в общем случае может превзойти теорию больших кардиналов вообще. Однако в 1984 году Вудину удалось сформулировать более мощную аксиому большого кардинала, который, правда, не доходит до предела теоремы Каннина и, соответственно, не приводит к противоречию, из которой удалось доказать Пиди. А в 1988 году Вудин уже получил следующий результат. Если существует суперкомпактный кардинал, то всякое проективное множество измеримо по Лебегу и имеет совершенное подмножество. По поводу суперкомпактного кардинала я чуть позже скажу. Мартин и Стилл также показали, что если существует суперкомпактный кардинал, то всякое проективное множество является детерминированным. По поводу суперкомпактных кардиналов. Кардинал Капа является суперкомпактным, если он является лямбда компактным, лямбда суперкомпактным для всех лямбда. Кардинал является лямбда суперкомпактным тогда и только тогда, когда он является критической точкой элементарного встраивания В во внутренней модель М, такую, что образ Капа относительно встраивания больше, чем лямбда, m замкнута относительно лямбда последовательности. Таким образом, все желательные свойства PD можно получить из аксиомы суперкомпактного кардинала в системе, которую обозначают как zfc плюс fc. fc — это аксиома существования суперкомпактного кардинала. Однако PD не помогает разрешить континуум гипотезу. То есть есть три основных стиля новых гипотез. Это суть всей этой главы. Если отойти от всех этих технических подробностей, суть следующая. Есть три основных стиля. Это, во-первых, аксиома конструктивности, во-вторых, это аксиома больших кардиналов и это аксиома детерминированности в той или иной форме. Либо мы аксиому берем детерминированности, которую Мочельский, например, предложил с другими авторами и, соответственно, выбрасываем аксиому выбора. Либо берем, например, аксиому существования суперкомпактных кардиналов. Это уже связано со вторым подходом. Или берем, например, аксиому детерминированности проективных множеств. Вот. Эти три стиля тесно связаны друг с другом, как вы поняли из изложения. Ну, потому что достаточно большие кардиналы, ну, например, измеримые, влекут ложность аксиомы конструктивности, конструируемости. Кроме того, множество 0 шарп эквивалентна детерминированности множеств сигма 1.1. То есть это у нас уже связь второго и третьего. Достаточно сильные аксиомы больших кардиналов, ну, в частности, аксиомы суперкомпактных кардиналов, влекут детерминированность, а значит, регулярность проективных множеств. Соответственно, требуется решить, на основании чего следует выбирать расширение для ЗЭФСа. Это вопрос нетривиальный, и Мэнди пытается на него ответить. На этом заканчивается пятая глава, и мы переходим к шестой. Шестая посвящена конкретно аксиоме конструируемости. То есть посвящена оценке аксиомы В равной. Мэнди говорит, что она будет в дальнейшем в своей книге рассматривать именно эту аксиомы. Причины, почему она выбирает именно В равной. Следующее. Это более-менее устоявшаяся гипотеза. Она введена достаточно давно. Она введена Гёделем в 1938 году. По мнению Гёделя, изначально Гёделя считал, что В равной является естественным завершением аксиома теории множеств, поскольку она точно определяет нечеткое понятие произвольного бесконечного множества. Это буквальная цитата из работы, где Гёделя предлагает эту аксиому. Однако, начиная с 1947 года, то есть прошло немногим, чуть меньше, чем 10 лет, отношение Гёделя к этой аксиоме меняется на отрицательное. Гёделя начинает отрицательно относиться к аксиоме В равной Л, которую он предложил. Он говорит, что В равной Л влечет континуум гипотезу, а континуум гипотеза, по его мнению, является ложным. В равной Л определяет минимум, а требуется, говорит Гёделя, определить некоторый максимум понятия множества. Рассмотрим эти две причины более подробно. Первая причина по поводу того, что континуум гипотеза. Гёделя говорит, что континуум гипотеза должна быть ложной, потому что у нее есть контринтуитивные следствия. Это, например, существование очень тонкого подмножества, действительно прямой, с кардинальностью 2 в степени алифной. Кроме того, правда, надо сказать, что Гёделя контринтуитивным считает и существование, заполняющее пространство кривых пиано. Это кривые, которые проходят через любую точку единичного квадрата. Однако существование этих кривых не зависит от континуум гипотеза. В работе 1976 года Мартин говорит, неясны причины того, почему Гёделя что-то считает контринтуитивным. Также непонятна разница между вот этими двумя видами контринтуитивности, о которых Гёделя говорит в своей работе 1947 года. Гёделя, как известно, попытался аксиматизировать свои представления о континууме, однако это ему не удалось сделать. Вторая причина. То есть первая причина какая-то, скорее всего, надуманная. Мартин даже в 1976 году пишет, что Гёделя в своих рассуждениях основывается на своей интуиции, но мы все знаем, что Гёделя в своей интуиции доверять не следует. Такое заметное утверждение у Мартина имеется. Вторая причина. По поводу того, что V равно L определяет минимум, а мы должны определить максимум. Гёделя полагает, что аксиома в некотором смысле прямо противоположная, вот эта цитата из работы 1947 года, в некотором смысле прямо противоположная V равно L позволит вывести отрицание континуум-гипотезы. А в 1964 году Гёделя издал снова вот эту статью 1947 года с дополнением. И в дополнение он уточнил, что V равно L определяет некоторые минимальные свойства системы всех множеств. И он говорит, что нам нужно определить максимальные свойства, так как именно оно будет гармонично с понятием множества. На самом деле сложно понять, что же Гёделя имел в виду под минимальным и максимальным, но, вероятно, имеется в виду следующее. Во-первых, под множеством, и Гёделя в 1964 году уточняет, он имеет в виду следующее. Это нечто, что можно получить из целых чисел или других вполне определенных объектов путем итерирования применения операции setOf. То есть множество чего-то. То есть вот у нас, например, есть целое число, оно является вполне определенным объектом с точки зрения Гёделя. Соответственно, множество, содержащее целое число, это тоже нормальное множество. Это вот нечто, что мы получили путем применения операции setOf. Соответственно, множество, множество, содержащего целое число и так далее. Мы можем сколько угодно икорировать, все это будет у нас множество. Ну и получается, у нас тут еще трансфинитные итерации может использоваться. И вот тотальность всех множеств, которые мы с помощью некоторой конечной итерации получаем, мы считаем множеством, и оно является основой для дальнейшего применения этой операции. Таким образом, Гёдель говорит об итеративной концепции, восходящей к Цермела 1930 года. Некоторые близкие идеи, и вообще в этом ключе, высказывались другими математиками, как аргументы против аксиомы конструируемости. В частности, Машавакис в 1980 году утверждал, что против V равно L говорит то, что она ограничивает понятие произвольного множества. Дрейк в 1974 году утверждал, против V равно L говорит то, что она не позволяет получать всякое подмножество на каждой стадии. Некоторые подмножества у нас отбрасываются. Леви в 1979 году говорит, ЗФ плюс V равно L описывает не всю, а лишь ограниченную часть универсума множеств. Скотт в 1977 году утверждал, конструктивное множество не схватывает общего понятия множества и даже не подразумевались в качестве таковых. Ну, то есть, получается, поскольку у нас V не совпадает с L на самом деле, то V равно L у нас ограничивает понятие множества, и у нас некоторые объекты, которые бы мы хотели считать множествами, они отбрасываются, и они не получают статус множества. Если мы используем аксиому конструируемости. Аксиома конструируемости говорит, что все множества, которые мы можем получить в рамках итеративной концепции, в рамках вот этой кумулятивной иерархии, они все могут быть получены путем... Ну, то есть, они все являются объемами каких-нибудь свойств или множественных каких-то объектов, которые выполняют какие-то формулы. Ну, это вот в расслаблении, в том смысле. Когда мы в RML обсуждали изначально, там об этом более подробно говорилось. Кроме того, им можно привести некоторые внешние аргументы против этой аксиомы. Ну, эти внешние аргументы Мэдди приводит, правда, она не разворачивает их, они там занимают буквально парочку строк. Вот это внешний аргумент следующий. Не должно быть таких настолько простых, вполне упорядочений действительных чисел, как дельта 1-2. Не должно быть таких настолько простых, неизмеримых, по либегу множеств, как дельта 1-2. Не должно быть таких настолько простых, тонких множеств, как пи 1-1. Вот это... Это Мэдди никак не раскрывает, почему этого не должно быть. Ну, это, в общем, мы оставим над ее совестью в каком-то смысле. Вот. Ну и, собственно говоря, Мэдди в конце 6-й главы описывает свою собственную позицию по поводу аксиомы конструирования. Она говорит, что вопрос о бета-аксиоме является обоснованным математическим вопросом, то есть мы можем вполне себе задаться вопросом о том, истинно, V равно L или ложно, и это нормальный математический вопрос, нормально, и занимается его исследование. И этот вопрос, она говорит, может быть, должен быть решен негативно, то есть эту аксиому следует отбросить. Негативное решение оправдано ограничительным характером этой аксиомы, то есть она запрещает некоторое множество, она запрещает считать некоторые объекты множествами, а мы бы хотели это делать. И в дальнейшем Мэдди использует позиции реализма и натурализма для обоснования своей позиции по вопросу о V равно L. То есть она пытается показать, каким образом, с точки зрения, с одной стороны, реализма, это вторая часть книги, а с другой стороны, с точки зрения натурализма, это третья часть книги, можно обосновать отрицательный ответ на вопрос о V равно L. И причем она в конце шестой главы указывает, что да, реалистский подход кажется привлекательным, кажется это заманчивым, предполагать, что существуют какие-то множества, и вот у нас есть теория множеств, которая описывает вот это вот нечто, не зависящее от исследователя. И, соответственно, мы можем просто напрямую как-то обратиться к этому независимо существующему универсуму и тогда решить вопрос относительно истинности аксиума. Но, говорит Мэдди, реалистский подход не работает совершенно. И она говорит, во второй части я покажу, почему реализм не работает, почему теоретика множества реализма, это полный бред и ахимия. Но есть еще натуралистский подход. А вот на натуралистский подход у нее гораздо больше надежды. Она говорит, что с помощью натуралистического подхода мы можем ответить на вопрос относительно ВРМВЛ, ответить на него негативно и обосновать этот ответ. На этом все. Спасибо за внимание. Попытаешься ответить на ваши вопросы. Мне кажется, что задать вопрос затруднительно, потому что затруднительно охватить то, что Лев представил. Или я не прав. Ну, обобщенно представить достаточно просто. Есть ЗРЦ, мы знаем, что она недостаточная. Есть много разных вопросов, которые она не разрешает. Мы можем ее расширять несколькими способами. В частности, рассмотрим три способа. Аксиома конструируемости, аксиома больших кардиналов, аксиома детерминированности. И Мэдди говорит, нам нужно как-то на каких-то основаниях разрешать вопрос, в каком направлении дальше двигаться, как мы будем ЗРЦ расширять. Она говорит, давайте посмотрим, как это можно предпринять. Возьмем в качестве примера аксиома конструируемости и покажем, что мы должны ее отбросить. Мы можем это сделать с помощью реалистской позиции или с помощью натуралиста. С помощью натуралиста у нас получится, с помощью реалистка у нас не получится. Но это будет дальше во второй и третьей частях этой книжки. Ну, тут и тогда предположения, забегающие вперед. Так, может, мы с таким же успехом все стратегии отбросим? Не знаю. Но тут, смотрите, натурализм-то предполагает, что мы обращаем внимание на то, как математика в действительности строится. То есть мы обращаем внимание на практику математического исследования. И, соответственно, раз у нас получается так, что очень много математиков высказывались против аксиомы конструируемости, то у нас есть некоторые, по крайней мере, косвенные свидетельства в пользу того, что, скорее всего, аксиому конструируемости надо отбросить. Ну, это косвенные свидетельства. Ну, точно так же против аксиомы выбора мы сказывались тоже многие. Но, тем не менее, в основном все-таки считается, что нет. Ну, ладно. То есть аксиома выбора, она все-таки желательна в смысле того, что очень много результатов получено с помощью аксиомы выбора, которые без нее получить нельзя, и эти результаты стали частью математики. Вот когда мы рассматривали независимые вопросы в предыдущую главу, то там приводился пример из алгебры, по-моему, что там алгебраисты, рассказывалась такая занятная история, или я путаю, может быть, это было не у Мэди, но, в общем, где-то встречалось такое, что такая занятная история, как один математик из Нидерландов, алгебраист, опубликовал книгу, в которой очень много результатов получил с помощью аксиомы выбора, и сначала на него оказали давление, дескать, что вот аксиомы выбора ты используешь, а может быть, это вообще все неправильно, надо без нее как-то. Ну, он говорит, ладно, хорошо, удалил аксиомы выбора, и все результаты опубликовал второе издание, после чего математическая сообщество сказала, ну, как бы, что у нас такое получилось-то, от алгебры ничего не осталось, ну-ка, верни, все обратно, без аксиомы выбора никак не получится. Даже вот натурализм такой. Ну, а можно ли сказать, что это такими должны, результаты должны быть такими, что они каким-то образом нас выводят на вычислительные результаты, или не обязательно? Ой, сомневаюсь, что у нас аксиомы недостижимых, там, неизмеримых кардиналов выводят на какие-то вычислительные результаты. У нас ресурсов таких просто-напросто нет. А вообще так вот, для понимания, насколько велика та часть математического сообщества, которое регулярно имеет дело с этими вопросами, и как-то можно ли этих людей обозначить вместе одним словом? Имеют дело с этими вопросами относительно, в смысле рассуждения по поводу аксион, или что? Или они используют эти аксионы в своей практике? Ну, рассуждения, да, по поводу возможного расширения ЗФЦ и следствий, которые эти расширения могут давать или не давать. Ну, в общем-то, это все те, кто занимается теорией множеств непосредственно. Если человек занимается теорией множеств, то он, в том числе, занимается изучением аксиом, которые расширяют ЗФЦ, иначе что можно еще в ЗФЦ вообще изучать? Ну, мне кажется, что натурализм здесь какой-то не совсем натурализм. Он сводит в конечном счете дело к мнениям математиков, и эти мнения математиков, они не доходят до вычислительных результатов в области математики. Ну, это не совсем натурализм Квайна, да, я бы так сказал. Ну, то есть, для Квайна, конечно, была важна практика в других научных дисциплинах, использования математических результатов других научных дисциплинах, физики, например, или еще в мире. Но здесь частично Квайнахский натурализм. То есть, мы отдаем вопрос о существовании каких-то математических объектов на откуп самим математикам. Не философы решают вопросы о существовании, а математики решают вопросы о существовании математических не может ли быть такого, что вопрос о том, какое из возможных расширений ЗФЦ принять, решится в конечном счете тогда, когда как раз когда если найдется какое-то применение тем теоремам, которые выводятся из этого из этих возможных расширений и тогда, когда этот вопрос выйдет за рамки чистой математики куда-то еще. Ну, это, конечно, возможно. Это будет внешним обоснованием. То есть, когда мы рассматривали вопрос стандартного аксиом, там Мэгик говорил о том, что есть внешнее обоснование этого через следствие и есть внутреннее обоснование. Когда мы обращаемся к понятию множества, как мы понимаем, что такое множество, и может быть каким-то другим базовым понятием. И, соответственно, аксиомы могут характеризовать вот это наше понимание. И она говорила о том, что, в том числе у Гёделя это присутствует, что если мы когда Гёделя описывает недостаточность ZF и ZFC, он говорит, что может быть, если мы будем иметь более глубокое понимание базу в понятии логики и математики, в частности, понятие множества, мы поймём, какие аксиомы нам нужно взять дополнительно. Это будет внутреннее обоснование. То есть, когда мы, исходя из некоторого, например, понятия множества формулируем аксиомы, тогда мы даём внутреннее обоснование. Вот как у Цермела в 30-м году. То есть, если убрать его работу 1908-го года, там он в основном давал внешнее обоснование для аксиом, потому что они полезны, из них хорошее следствие может получить, они там не приводят противоречию и так далее. А в 30-м году он говорит, что вот мы можем представить себе иерархию множества, то есть, все множества появляются на каких-то стадиях, он описывает конкретное понимание, что такое множество. Множество это то, что появляется на какой-то стадии в этой кумулятивной иерархии. соответственно, если аксиомы, ну, то есть, и вот обосновать аксиомы, мы можем обращение к этому понятию. Или там, например, вот эта вот доктрина ограничения размера, согласно которой множеством считается то, что имеет не очень большой размер. Что такое не очень большой, это большой вопрос, не очень большой размер с точки зрения нашего понятия множества. И мы знаем, что там аксиома пары, например, она не позволяет нам делать из уже существующего какие-то множества, которые очень большие, а нам делает просто множество, содержащее пару. Это не очень большое множество. Ну, опять же, возвращаясь к началу разговора о множествах, вот само это уточнение нашего понимания множества, попытка раскрыть, что мы имеем в виду под этим понятием, она же, вообще говоря, исторически возникает как раз под давлением негативных практических следствий, я имею в виду парадоксы. Ну, Ну, и то есть трудно представить себе ситуацию, когда человек вот так вот не будучи как-то склоняем к этому какими-то внешними обстоятельствами, просто вот сел и давай рефлексировать. Вот я значит говорю о множествах, что я на самом деле под этим понимаю и получал бы из этой рефлексии какие-то значимые результаты. Кажется, что практика все-таки идет вперед, то есть идет перед такой вот концептуальной рефлексией. Ну, да, конечно. И в этом смысле Мэдди же придерживается такого скорее дескриптивного подхода, то есть она говорит, что вот существует сообщество, в рамках которых ведутся обсуждения, каким образом расширять зекция. Там обсуждаются аксиомы альтернативные. И вот давайте посмотрим, как это делается, исходя из чего. То есть какие виды рассуждений используются в рамках этих сообществ. Почему в рамках этих сообществ аксиома конструируемости считается плохой аксиома и от нее стоит отказаться. А почему аксиома детерминированности хорошей? на основании чего участники этих сообществ заключают так. Вот цель этой книжки Мэдди ответить на этот вопрос. Ну еще небольшой вопросик. А в эти сообщества мы включаем тех математиков, которые занимаются компьютерными доказательствами или не включаем? Ну куда можно конечно включать много кого, но я думаю что те кто занимаются компьютерными доказательствами они далеки от чистой теории множеств. Конечно есть системы компьютерных доказательств которые построены на теории множеств. Ну например там какой-нибудь Мизар. Но они не используют вот Мизар для того чтобы рассуждать относительно того чего же не хватает ЗФЦ. Ну то есть они не основаниями как бы вот этой дисциплины или этой области математического знания занимаются скорее приложениями. Да ну при натурализме приложениях надо связать с основанием надо конечно. Или основания с приложением. Так ну ладно сложная проблема и человеческое понимание оно ведь ограничено можем ли мы например понять почему реальное пространство должно быть там десятимерным или еще страшнее фазовым или еще каким-нибудь почему все наши интуиции связанные с чувственностью курят в сторонке и так далее все может оказаться контринтуитивным или вообще непредставимым. ну да и вот кстати натурализм мне кажется помогает бороться с каким-то не знаю таким чрезмерным вниманием к интуитивному в смысле того что вот если пришел физик построил хорошую физическую теорию она замечательная работает все но вот эта теория говорит что на самом деле пространство фазовое ну все придется отказаться от всех своих интуиций относительно пространства потому что вопрос о пространстве это вопрос физики и физик решает а не философ или человек с улицы но ведь философы так много и так захватывающе говорят об этом самом пространстве ну да мне кажется что это все не создает никакой проблемы просто надо отличать пространство воспринимаемое пространство реального и тогда все разговоры философов они окажутся не бесполезными не выкинутыми забор а просто относящимися к пространству воспринимаемого а имеет ли право философ говорить о воспринимаемом может психолог это лучше сделает но во всяком случае психолог он как-то ограничивается человеческим допустим восприятием его никакие марсиане и прочее не волнуют и он более натуралистично скажет о том же самом восприятии чем философ ну можно в защиту философов сказать по крайней мере то что философский анализ дает некоторые интересные результаты когда мы начинаем например разбираться в том как связана структура нашего воспринимаемого пространства со структурой языка и так далее и так далее то есть мне кажется что априорные методы которые более свойственны философии и за которые конечно же можно философию порицать в том плане что она не научна не натуралистична и так далее они тоже имеют свой какой-то свою область приложения вполне законно я согласен в принципе в некоторых мирах марсиане появляются воплощаются и так далее и что делать нашему бедному психологу если он окажется в подобном мире только философ здесь поможет философия это обучение встречи с невозможным нет марсиане вполне возможно невозможным в смысле того что невозможным ну то есть того чего нет в этом мире чего нет с точки зрения психолога или какого-то другого конкретного исследователя конкретного натуралиста да да может быть так может быть так может быть так все очень интересно да все очень интересно хотелось бы найти что именно составляет философская часть в этих рассуждениях ну у меня у меня кажется все я могу только поблагодарить еще раз за очень интересный фундаментальный доклад натуралистический доклад ну да в общем-то можно сказать по крайней мере присутствовал некоторый натурализм